Слава Украине! Привет всем от Полонского! Интересные новости из Москвы. Да, там очень... Там попалился, что называется, Хлед Машаль. Один из главарей террористического Хамаса. Вот послушайте, что он сказал. Цитата. А потом обсудим это все. Мы рассчитываем на поддержку держав России и Китая. Русские выиграли от того, что мы сделали. Так как мы отвлекаем внимание США от Украины. В Китае были поражены нашим успехом. Русские сказали нам, что то, что произошло с 7-го и 10-го, будут изучать в военных академиях. Китайцы думают провести такой же план в Тайване. Арабы преподносят урок всему миру. Ну вот так. Это цитата одного из главарей Хамаса. Это не кто-то там такой. Теперь хочется спросить, конечно, у Натаньягу, который вот с Путина шастал по победобесию, по 9-му мая. Что там еще было? Особые отношения. Телефонные разговоры. Эти люди убили, я имею ввиду, россиян. Не совсем не Хамас. Хамас это попка прыгни. Это просто орудие. Я имею ввиду. Точнее так. Хамас это перчатка боксерская. А кулак внутри это Россия, которая бьет по Израилю. Так вот я хочу спросить у израильского руководства. Вы еще будете ездить туда? Что-то молчит Натаньягу? Молчит как рыба про Россию. Боится пикнуть. Слово боится. Не находите, израильтяне? Это вам вопрос. Не находите? Ничего странного. А то, что сейчас по России прокатились вот такие, знаете, черносотенные варианты, бунты. Это не бунты. Это выступления с поджогами еврейского культурного центра. С поисками евреев в гостинице, по-моему, в Хасавюрте. И так далее, и так далее. То есть абсолютно какие-то немыслимые в 21 веке вещи. Которые происходят вообще, ну, дегенеративные абсолютно вещи. Чисто такие черносотенные, да. Ну, вот как из начала 20 века. Помните, как там в 1905-1906 году, когда были еврейские погромы. Вот Россия полностью возвращается туда. То есть абсолютно ошиземшая страна, где происходят еврейские погромы. Это уже вот то, что происходит сейчас, например, в том же Дагестане. Это еврейские погромы, ну, такой чистой воды. Просто они еще евреев не нашли. Но если бы нашли, то уже было бы весело. Я еще хочу спросить у представителей еврейской общины там на Москве. Вы еще до сих пор Путина поддерживаете? Вы там с ним встречались, слабызались? Тоже так же, как Натаньял. Как-то странно это все происходит, да. Вот и я об этом. Очень все странно. И хочу, кстати, вот по ходу дела тоже спросить у мусульман. Такое вот пристальное внимание к Израилю. Я сейчас не хочу обсуждать, Израиль превышает меры необходимой обороны или не превышает. Хотя, когда у тебя убили полторы тысячи женщин и детей. Я не знаю, как тут можно рассуждать о том, что что-то можно превысить. Вот. Но речь идет о другом. Я вот хочу спросить такую вещь. А где реакция на то, что происходит в Китае с уйгурами? Где вот такая же точно реакция? А где реакция на то, что происходит в Бирме? Сарахин же, по-моему, народ называется, да. Который вынужден бежать в абсолютно нищий Бангладеш. В абсолютно нищий. Это значит, что там творится? А их просто живьем там спаливают. Бирманские войска. Ну, сейчас она Мьянма называется. По сути, она Бирма была и осталась. Вот это не смущает. Значит, индо-мусульманские противоречия в Индии тоже не смущают. Это ничего не смущает. Это все нормально. Никто на это не обращает внимания. Волнует только один момент. Не находишь какое-то такое вот избирательное правдолюбие, да? Особенно в отношении Китая и Бирмы. Особенно. Вот эти две страны. Вот хочется такие. Так и хочется спросить, где огромные демонстрации? Где вот это все, что происходит по поводу того же самого Израиля? Вот непонятно абсолютно. Может, вы мне кто-нибудь объясните, где это все?